8 ноября 2019 года они во второй раз осуществили сложнейший переход на кайтах по Индийскому океану с острова Маврикии на остров Реуньон. Вообще Маврики для меня это такой плейграунд, да, то есть с друзьями ты можешь поделиться своими эмоциями от винтёрфинга, от кайтёрфинга, от серфинга, от флойлсерфинга, который сейчас стал модным. И вот, мне кажется, любой человек, приехавший на этот остров, может найти для себя, наверное, то, что он полюбит. Кто-то любит просто белый песок и лазурный океан, а кто-то любит карабкаться и преодолевать себя. На этом острове вы можете найти всё. Мы хотим пока запускать в этой гонке два класса, это винтсерфинг и кайтсерфинг. Эта история, это какой-то новый челлендж для того, чтобы, наверное, увидеть Маврики глазами первооткрывателя, потому что, когда ты отойдёшь от него далеко-далеко, увидишь такую маленькую точку, наверное, вот ты вспомнишь, как видел это Лаперус или как это видел Ласкадагамма. Вот эти вот вещи для меня, наверное, более интересны. И теми же самыми глазами увидеть, наверное, и Реуньон. Винтсерфинг не так хорошо видно. Если кайт мы видим в горизонте очень хорошо за счёт 24 метров строп, то винтсерфинг видно хуже. Винтсерфинг имеет большую скорость. Не каждая лодка может погнать винтсерфинг, и это сильно зависит от погоды. Поэтому за винтсерфинг будет у нас особое внимание. То есть я могу сказать, что оставляясь своего годовалого ребенка на берегу, я доверяю нашим капитанам и нашим профессионалам, профессиональным инструкторам и уверена в том, что можно на них положиться. 8 ноября в 6 часов утра участники встретились на мысу Лиморн, чтобы пройти паспортный контроль. Маврикийский пограничник поставил печати прямо на пляже на багажнике микроавтобуса. На станции пугающе развивался красный флаг. Погодные условия на утро 8 ноября. 5 баллов по шкале Бафорта. Волны до 3,5 метров. Винтсерферам приходилось идти галсами. То есть кайтеры шли по прямой, а винтсерферы зигзагом, преодолевая за это же время двойное расстояние. Легендарный винтсерфер Всеволод Шульгин героически боролся и прошел большую часть дистанции. Но ближе к Ри-Юньону ветер начал закисать настолько, что продолжать движение было уже невозможно. И он решил сойти с дистанции. И повел, конечно, ветер еще. К сожалению, под концовочкой он уже полностью скис, что у него нереально было даже водный старт сделать. Но, как бы то ни было, честно, я бы еще час бы выдержал, а потом бы, наверное, сдался. Позднее, после просмотра трекера Севы, выяснилось, что он прошел галсами 180 километров. То есть фактически он проехал все расстояние за 6 часов. В жизни много событий бывает разных. Какие-то запоминающиеся, какие-то проскакивают. Каждый день жизни не запомнишь. Ну вот переход по океану на 200 километров на кайтах не забыть никогда. Переход на... Я до сих пор в тебя прийти не могу. Я вообще, я... У меня до сих пор реально ощущение ветра. Ощущение ветра и переказь. Потому что когда вокруг тебя встают дома по три этажа, вы понимаете, мы шли в шторм. Шли в шторм. Ребята на кайтах и на винсерфах катались в шторм. Это победа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин